Случается так, что человек слишком превозносит свои возможности после нескольких бокалов вина. Так философ Ксанф, сказав, что выпьет море и заключив пари, что если он не сделает этого, то его гостю Агностосу перейдет все его имущество, с утра понял, что он попал в ловушку. И если кто-то и сможет ему помочь обхитрить оппонента в споре, то только его раб Эзоб. Выпей море, Ксанф! Эзоб, Эзоб, ты же, ты же знаешь, как я, как я восхищаюсь тобой, Эзоб, ты знаешь, что такое восхищение философа, знаешь? 27 сентября в Тираспольском драматическом театре имени Аронецкой состоялась премьера нового спектакля «Выпей море, Ксанф», который поставлен по знаменитому произведению Гильерме Фигейреде «Лиса и виноград». Кто знаком с этим произведением, да, то будет радость и надеясь счастье увидеть его воплощенным на сцене в этой вот интерпретации, да. Ну а кто не знаком с этим произведением, еще больше и счастье будет с ним познакомиться. Действие происходит в Древней Греции на острове Самос. В доме философа Ксанфа появляется очень умный раб по имени Эзоб, который мечтает лишь об одном – о свободе, который стремится на протяжении всего спектакля. Но если ты не увидишь в небе двух летящих стоек, это будет знамением того, что боги не хотят пока, чтобы я даровал тебе свободу. Образ раба, который сам является философом, мыслителем и к тому же сочиняет прекрасные басни, поручили воплотить Артему Мазову, который с радостью рассказывает о своем персонаже. Поэтому он его и взял, ему интересно, когда он ему в пику что-то ставит, он ему что-то интересное скажет, отвечает. Поэтому Иксанф порой делает специально такие ситуации, в которых Эзоб выдает какие-то интересные умозаключения. Допустим, он его лупит, 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 лупит плеткой, а потом говорит, а ты что боишься? А ему Иксанф отвечает, просто телесные наказания унизительные для души. Иксанф такой, отлично, записал, сегодня скажу ученикам. Ну а философа, которого интеллектуально превосходит собственный раб, сыграл Дмитрий Ахмадиев, который рассказал, чем его Иксанф отличается от оригинального персонажа. Спасибо режиссеру, потому что в пьесе-то он вообще просто достаточно такой кошмарный человек. Режиссер сделал так помягче, с какой-то метаморфозой, с каким-то прорывом. Играть таких более-менее отрицательных персонажей всегда приятно. Есть что играть, конечно, как артисту, но как человеку с какой-то тоже социальной позицией хочется все-таки еще как-то быть добрее. Хореограф Ольга Якимченко в этот раз не только занималась постановкой танцев, но и сыграла в спектакле небольшую роль. Здесь один персонаж играет различные состояния души, наверное, из опа. То есть, может быть, это где-то его ангел, где-то его любовь к свободе, где-то его муза. То есть, здесь трудно понять сам персонаж, потому что он многогранен. Занимается постановкой «Гость из Петербурга», который уже работал с нашей труппой Анатолий Стрельников. Мы работали с ним еще, я находясь в Петербурге, работал с ним достаточно долго там, мы с ним и познакомились. И вот благодаря нашей такой дружбе, таким связям он посещает и теперь наш город. И это третья постановка, вот как от создателей Мюнхгаузена, от создателей «Зовите меня, Эва». Сейчас вот произведение «Выпей море к Санф». Кстати, у Дмитрия, который является главным режиссером нашего театра, было интересно узнать, каково возвращаться на сцену в качестве актера, да еще и под руководством другого режиссера. Даже если мне что-то, я, знаете, как такие моменты, а вот я бы сделал так, ну вот иди и делай, понимаете? Поэтому вот будешь Дима ставить, как бы, вот иди и ставь, а сейчас будь добр делать то, что просит режиссер. То, что сказал и сделал режиссер, мы смогли увидеть в зрительном зале. Ну а еще одно отличие от оригинального произведения нам рассказал Артем Мазур. У нас другая чуть-чуть мысль интересная. Наш режиссер еще помимо того, что мы показываем трагическую судьбу Эзопа, и интересно показываем, как меняется судьба Ксампа, моего господина. Именно поэтому, возможно, на афише лицо Ксампа и лицо Эзопа вот соединены. То есть мысль такова, что к концу всего спектакля Ксамп превратится чуть-чуть в Эзопа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok